Сегодня колькость вакансий у Гомском городском центре занятости прикладно отповедая колькости зарегистрированных беспроцовных. Ильшая справа, что Шмахт тоже стратил свои профессиональные навыки. Кожный третий беспроцовный не працует больше одного года, а у некоторых опушный запись у працованной книжцы сробленный еще в 90-х годах минулого 100 года. Миколай Чарнов до их лику не относится. Кажет, что все житие сумменно працовал. А лень теперь пошел подводить здоровье у городском центре занятости. Ему пропоновали пройти переподрактовку по одной из 24 специальностей. Миколай выбрал профессию, которая на его погляд будет запотребованной завсюды. Работал шофером. Сейчас уже возраст. 58 лет как-никак уже не работаю. Но решил учиться на сантехнике. Шанс працаловаться после переподрактовки достаточно высокий. Правда, тут жмота задерживать от самого человека. Особливо, когда отремливается подчас практики на предприятии показать себя без лепшего боку. До того, что план по перенавучению складывался за уникальным реальной ситуацией на рынку працы. Если мы просмотрим заявки нанимателей, требует людей, которые имеют образование, даже средне-специальное, высшее в информационных технологиях, именно направление знания, вот это вот веб-сайт, их сопровождение, их администрирование. Мы пробуем также работать в данном направлении, чтобы идти много со временем. А рабочие профессии, они остаются приоритетными на сегодняшний день, именно потому, что основное количество заявок от нанимателей сегодня – это рабочие специальности. Особливая увага молоди в городском центре занятости кажут, что без наявности профессии працал отковаться вельми складанно. Выправить ситуацию повинен проект «Молодежная практика», який реализуется у Гомеля, судность простая, за бюджетного фонда социальной обороны субъектом господарения выплачивают за сродки на компенсацию затрат по процеду откованию молодых специалистов. Ящадно мог чемось не быть беспроцовным, открыть уластную справу. Для допомоги починающим предпринимателям сегодня у городского центра занятости планируется выдатковать около 150 тысяч рублей. В прошлом году у нас около 100 безработных получили финансовую поддержку в виде субсидии на открытие собственного дела. В этом году уже 20 человек, 20 безработных получили такую субсидию. Субсидия выдается в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. На данный момент это 1981 рубль и 10 копеек. По стану на 20 лютого сборное финансование державных расходов в Гомельской области оплатили больше 5,5 тысяч человек. И исчезло 13 тысяч вызвали на отоплаты расшениями податковых органов и створенных при ваконкамах рабочих групп. Между тем, значительно частых мельчан троплять у категории утроманцев, не жадая принципово. Мать трех детей Ирина Попова прасовала прибиральщицей, а Ленидзе два месяца тому стратила работу. Ситуацию, Меркоя, выправить в ближайший час. Уречься быть утроманцем не эксоромна. В первую чергу перед уластными детьми. Не хотелось бы, конечно, в числе тунеядцев оказаться. Хотела бы, чтобы что-нибудь предложили. Вот пришла специально на биржу сюда труда, чтобы предложили какую-нибудь, может, вакансию, чтобы можно было дальше работать. Олег Сентярум, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомик».